Всем привет! С вами мы, Сашка и Рубинка. И это не воспринимайте как образец для подражания. Сленя, ты один поёшь. Я не могу! Мне неловко! Николь прибой! Отпись мне таланты! Я забыл! Идём мы живы в бой! Я чувствую себя как на концерте в детском саду, когда... И талант! И талант! А музыка играет, сука! А она не останавливается! Она так дальше играет! И пытаешься... И талант! И талант! И талант! И убегает! Не убегаешь! Ты поёшь! Ты позоришься! Ты мучаешься! Идёшь, Дима, тебе так стыдно! Прямо как сейчас! Давай вместе! Давай вместе! У нас одна команда! Команда! Мы сильны! Не дрогнет рука! Бережём! Ты реально как преподавая... А чё у тебя за сопрано такое? Ля! Ля! Ты реально как учительница! Ну, знаешь, воспитательница! Ну давайте! Ля! ДУ! Я не могу так высоко петь. Я альт. А я кто? Ну и вообще-то мне казалось, что ты... Да я тенор обычный. Тенор, да. Обычный тенор. Почему обычный? Обычный тенор, обычный баритон, обычный альт. Все они обычные. Ну, тенор-то самый распространенный. Не знаю, у нас в хоре вообще теноров не было, поэтому тебя взяли. Потому что у вас был женский хор. Ну, мы хотели мужиков привлечь. Привлекли только тебя. Реально, у нас тут там был свой гли местный. Блин, подстой. Пару раз я попел там. Пару раз. Подводная, братва. Реально, вы не думали вот это засилие всех мультиков? Да, все называются братва. Подводная братва, лесная братва. Космическая братва. Какой только братвы не было. Это чисто русский перевод. Они в оригинале вообще не так называются. Да вот именно, когда я посмотрел, как называется, я так, чё? Там вообще нет такого братва. Почему братва? Потому что, блин, братва мы. Братва. Девяностое. Чуть-чуть давай. Чё я делаю? Держи. А, они книгу хотят расколоть? Да, да. Они хотят прочесть её или расколоть? Открыть. Раздавив её? Ну, типа, она откроется, там дальше уже соберут по кусочкам. Я не знаю. Да, да. Сказал же, ничего не выйдет. А, я понял, они хотят сбросить стиральную машину, но по всей видимости на Калибу, потому что стиральная машина над Калибом сейчас. Нет, на книгу. Да, на книгу, но стиральная машина над Калибом. Ну, возможно, они хотят взломать Калибу, я не знаю. Можно. Можно. Трэш. Развалили чей-то дом. Круто. Это потрясающе. Открывать. То есть, на секундочку. Они взяли стиральную машину с чего-то дома. Ну, если судить по первому кадру из дома Ирмы. Ага. Сбросили ее, разворочив черепицу. Ну, да. Нормально. Теперь родителям Ирмы придется делать ремонт. Круто. А, что я теперь скажу родителям? Капец. Они не только дом изничтожили, но еще. Стиралку сломали. Слушай, я изначально подумал, что это старая стиралка, но я насмотрелся видосиков, когда берут кирпичи кидают старую стиралку. Походу, новая. Классно. Сказал же, не выйдет. Дальше толку. Как он странно сделал с открытым том. Ты сможешь? Нет. Можно, не плевать на меня? Не, можно. Смотри, надо просто открыть рот. Да. И сделать так. Не вот так. Мне кажется, мы выглядим как дебилы. Нормально, зато мы знаем. Да, не все эксперименты, они гуманные и, возможно, хорошо выглядят. Но зато мы точно знаем, что... Все, нормально, все правильно. Анимация хорошо нарисована. Знает все о своем хозяине. Хорошо, у меня такой нет. В этой штуке запечатлены все планы Фобоса. Он умеет их прятать. А нет ее интернет-версии. Могли бы хакнуть. Адрес секретофобос.зло. Нет, так нет. Заметила? Они корешками нам вперед кладут. А, так не кладут книги. Да, кладут корешками лицом к лицу. А это нам показали. Нам они должны были листочками положить. Почему, интересно, так сделали? Ну, чтобы мы поняли, что это книги. Так, блин, а если обратной стороной мы не поймем, да? Не знаю. Чудно. Не думала, что обруч может быть удобен. Это обруч? Ну, на голову дать яру. Так называется обруч? Да, да. Мы его подогнали. Профессиональный секрет. Как твое имя? Акетон, господин. Акетон, твое мастерство порадовало нас, принцессой. Очень красиво. Еще раз спасибо. Я буду в своих покоях. Надо записать в дневник. Я обещал отпустить тебя. А на все в дневник пишут. Типа, сегодня мне починили корону. Ну, хотя ладно. Ей не с кем разговаривать. Там одна только Миранда. Миринда. Веранда. И все, больше не Миринда. Но она называется уже не Миринда. Она у нас уже называется... Фанси. Фанси. Да, Фанси. Не Миринда никакая, не Фанта. Ты закончишь корону. Я человек слова. Освободить мастерового. Как только он отремонтирует все машины и инструменты на подводных шахтах. Нет, нет, только не шахты. Отстой. А как это будет? Все отремонтируют или пока он одно отремонтирует, ломается другая и ты, по сути, там бесконечно. Ну, это чисто пожизненное заключение, считаю. Фобос поэтому так и говорит. Потому что он, ну, понимает, что не выпустит его. А, кстати, что это за штука над башенкой? Это не портал? Да. Вот это штука. То ли розовое, то ли. Все время задавался этим вопросом, но ни разу не задавал его вам. Ответите? Нет, реально, что это? Как будто портал. Возможно, какой-то особенный портал. Подводное образство. У меня к вам вопрос. Была ли когда-нибудь нормальная ПК-версия игры для, ну, про чародеек? Потому что, мне кажется, столь подписчица скидывала разные превьюшки игр, ну, там, на Джау, на какие-то, я не знаю, другие игровые платформы. Именно, ну, не знаю, что-то вроде Винкс 2006 года на ПК. Я знаю, что это дичь, но в эту игру мы обязательно поиграем через время. Я думаю, что мы посмотрим, там, допустим, первый сезон, два, чтобы себе ничего не проспойлерить, и попробуем попроходить вот эту дичь. И мне интересно про чародеек, потому что по рисункам это была бы очень прикольная геймдизайнерская находка, решение. Здесь столько можно заимствовать и рисовать. Это было бы очень прикольно. Красивые локации. Да, локации очень прикольные, побегать по ним. Скажите, есть ли или нет? Жесть, я думал, что его сейчас туда засосёт и вымылит его. У меня только несколько знакомых так рук или палец лишилось. Очень неблагодарная работа. На заводах каких-то? Ну, да, токари. Для токаря вообще лишиться пальца такое ощущение, что это... О, это первый твой палец. Ну, у тебя что, девять пальцев? Чел, да ты везунчик. Спасибо, друг. Я тебя знаю. Кали? Это бланк? Это бланк? Внизу? Да. Что он тут делает? Это старый бланк! Это отец бланка. Нам обещали, что нам покажут родители. Охренеть. Но это не отец, это скорее дед бланка. А может и отец. Может не знают, сколько бланку лет. Может ему лет сорок. Так прикольно, что нам показали хотя бы кого-то того же вида, что и бланк. Страшник, зубчатка побилась. Нужны мои инструменты. Без них я не выставлю шестерни. Работа остановится. Страшники такие тупые. Тупые вообще максимально. Им что скажешь, не поверят. Они такие, мне нужно... Так можно было всё что угодно. Мне надо домой. Если я не буду отдыхать, тогда ничего не подчинится. Работа не будет работать. Я просто выработаюсь в конец и в целом всё. Страшник такой, ну блин, звучит. Ну да, звучит, да. Надо отдыхать, реально. Что я? Такой, импить меня плетью не надо. Я хуже думаю, когда ты берёшь меня плёткой этой своей ссаны. Себя ей бей, тогда производительный стул. Он такой, да, действительно. Слушай, мне даже приятно. Блин, кайф, вообще тема. Олдорн. Все домой пошёл? А, это друг Калиба. Где ты... Это... А, Олдорн. Всё, это Олдорн, Олдорн, друг Калиба. А это его отец. Первой серии, которого Лук притащили. Да, всё, видимо, серия отцов и детей. Ка, этот, Бланка, отец. Плохо выглядишь? Фобос отправил меня работать на подводные шахты. Я за инструментом. Найди Калиба и передай ему важные новости. Калиб на земле. Здесь небезопасно. Если нас свяжут с восстанием, нам тоже станет нелегко. Скажи Калибу, его отец не погиб в битве у Серого Леса. Он жив. А, всё, это тот чел волосатый, это отец Калиба. Я тебе говорю, сегодня серия... Сегодня серия отцов и детей. Отцов и детей. Кто-нибудь видел наглого и надоедливого проводника? Он каждый раз какой-то перфоманс устраивает. В этот раз он принёс коробку из-под конфеты. А там даже конфет нет, там одни бумажки. Самое мое любимое, это, конечно, было сливчиком, который он надел вот так вот. Это было очень мило. Ушки какие-то. Жень! Бланк, найди Калиба и передай ему вот что. Его отец жив. Как у Абу. Он узник подводных копий, как и мой отец. Бланк скажет, папа в подземных шахтах. Нет, нет, он в подводных. Вода? Хорошо. Джиг знал, лучше князю Фабосу доложить всё. Ах ты! Мерзкие, мерзкие родители. Он шпион. Отец Калиба. Ой, отец этого. Бланка. Мы до сих пор. Слушай меня, шпион. Если пришёл с ерундой, быстро станешь из псевдоузника настоящим. Ну, проводник, ты знаешь имя того, кого встретил кузнец? Имена в шахтах не носят, но кузнец поломал механизм. Он рискнул пожизненным заключением ради краткой отлучки. Это неспроста. Кто это такой? Скажи, когда увидишь его. А, вот это он нам рандомных показывал чуваков, чтобы он смог его опознать. Блин, я сначала подумал, что он так показывает во времени, как менялся его отец. Вот он молодой, вот он чуть постарше, вот он испуган и уставший. Да, всё, был один, там брюнет. Ну, так я подумал. Он отец их вождя. Мне докладывали, что он погиб в битве у Серого леса. Успокойся, Седрик. Этот узник нам очень пригодится. Ну, смешно. Как задолбал. Когда парень узнает, что его отец жив, он наверняка придёт за ним. Он реально два разных человека, два разных персонажа. Седрик и Седрик Змей. Да, для удобства я, наверное, буду называть Седрик Младший и Седрик Старший. Я думаю, что Седрик Младший, он более... Это человек Седрик Младший? Да. У меня какая-то шиза какая-то очень уж сильная. Ну, это альтер-эго или как это называется. Ну, нам просто многие в комментариях говорили, что нет-нет-нет, они один... Ну, где они одинаковые, ребята? Одно дело, ладно, внешность, а другое характер. У них кардинально меняется подход к вопросу. Ну, правда, на протяжении всего сезона, как он только не палился, этот Седрик в шкуре змея. Да, тот Седрик, ну, человек, он такой аккуратный, осторожный, хитрый, он мне даже нравится. А этот какой-то, блин... Ну, да, вы восприятие, что это не Седрик, а просто вот... Халк крушить. Надо открыть портал-ловушку. У меня нет на то никакой власти, но у сестры есть. Большая карта королевства. Сейчас я что-то покажу. Прикоснись здесь. И что я сделала? Блин, может, ты спросишь сначала, что ты делаешь, потом можешь делать. Так она просто подумала, что это сенсорный экран. Не, прикинь. И что я сделала? Ты погубила всю вселенную, теперь до тысячи людских жертв. Ну, типа, чём это такое? Ну, он так не скажет. Но в целом это не далеко от истины. Из этого мы делаем вывод, что Эллион может открывать и, логично предположить, закрывать порталы. Зачем тогда нужны чародейки, если Эллион может закрывать порталы? Возможно, он умеет их только открывать? Ну, ладно. Над озером собирались тучи, и это угрожало рыбакам опасностью. Но ты предотвратила гулю. Я способна на такое? И не только. Нет, Оля, ну... М-м-м-м, ты ещё на кое-что спасал? Ага, блин, фу. Всё нормально. Интонация мерзкая. Мой отец жив. Ушам своим не верю. Нам надо отправляться на шахты. Ты же знаешь, нет гарантии, что мы его освободим. Мы едины. У них заразь сетчатка глаза меняется. Это нормально, когда яркий свет светит. Я тоже заметил, думал, что это превращение, а потом нет. Мы тоже превращаемся, когда на солнце свете. Ну, может, да. Смотрим. Блин, каждый раз неловко, как в первый. Вот, смотри, у каждой разная обувь. Смотри. Кажется, у Тары, не смотри, у неё Джорданы. Да, прикол. У Корнелли сапожки, ну, конечно. Так, у Хайлин, видимо, туфли. Не показали, что у Хайлин. Да, реально разные обуви. Ну, это логично, предположить, ведь у них разные одежды. И всем в разных роботах. Но я просто не замечал кроссы. Я тоже не замечала. Есть новый портал, но он вам не понравится. Метров 30 от берега и 15 метров вглубь. Что ж, придётся нырять. Нырять? Ну да, лезть в воду и дрыгать ножками. Нет, я вымыла голову. Если намочу, они завьются. Я не умею плавать. Что? Мне страшно. Так и я. Всё, ты сейчас опять скажешь, что ты Корнелли. Да. Да. Ну, смотри, сколько, блин, сходств. Да. Что, ты просто так думаешь? Да. Но ты постепенно становишься Корнеллией. Это правда. У тебя ещё один седой волос. Вот он ещё один. Да? Да, ты Корнеллия. Всё нормально. Блондинка становишься. Это нормально. Это не из-за старости. Это из-за стресса на канале. Это большая честь для тебя. Халин. Прошу всех. Очень удобно. Я бы тоже так хотела плавать. Причём это абсолютно не противоречит их способностям. Это не какой-то зашквар, высосанный из пальца. Ирм может управлять водой, а Хайлин просто накачала кислород. В целом это вполне возможно. Это окей. Не переживай. Многое не может плавать. Например, камни. А на чём они стоят? Смотрите, дно полукруглое. Они все должны стремиться к центру, вниз. Стоять друг друг дружкой, вот так вот обнявшись. Потому что там плоскость под наклоном находится. Они стоят... Ну, Саш, так нарисовали. Да я понимаю, но они должны были как-то вот так вот ютиться. Это тоже было бы нормально. Просто боюсь воды. Какая разница? Мы-то под водой. Тешело. Да, их ждут уже. Да, да. Мерзость какая-то опять меридианская. А, дуреть. Я думал она маленькая какая-то просто. Да, огромная. Ктулху. А, нет. Ничего себе. Он прямо так за талию её держит. Охренеть. Ну ладно. Но это мило. Но она боится, он её успокаивает. Но одно дело, когда она... А другое дело, когда он её прям там уже прям конкретно. Просто прям прям нормально. Да, это мило, да. Когда мы рыбачили, такую мелочь даже не брали. Ой, бред. Понты. Понты. Сплывём с внешней стороны ствола шахты. Ещё немного. И стражницы с главарём мятежников угодят в ловушку. Ого. Сейчас будет что-то. Я, кажется, что-то слышу. На рудник один путь. Через эту трубу. Постой! Голоса многих людей. Засада. Или съёмки чужие три. Как узнают, что разрыв завесы под водой? Фобосу не открыть портал. Я думаю, это Элиан. Она заточила меня в гигантский пузырь. Кто знает, чему она ещё научилась? А откуда не знают, что Фобосу... А, ну да, логично предположить. Иначе бы он только бы так и шастал между мирами. Да, да, да. Появилась. Ну да, да, в целом да, закономерно. Что ж, тарани. Огонь! Заварила обратно. Я первый раз вижу, чтобы они закрыли за собой дверь. Обычно, когда мы смотрим мультики, какие-то разрушения. Да, да, открываешь портал или там открываешь какую-то дверь в библиотеку, оставляешь её открытой, ломаешь то же самое. Я первый раз вижу, чтобы заварили обратно. Какие молодцы! Наверное, чтобы не шуметь. Она же гряхнется очень громко. Как они Калеба постоянно тащат, это вообще смешно. Да, причём в основном тащат Калеба, Корнелия и Хайлин. Да. Мне кажется, у них будет какой-то вопрос друг от друга. Нет, я видела, что Уилл тоже тащила Калеба. Это когда этих двух нет, когда они заняты. А так, вот, если ситуация не накалена, всё нормально, они в основном под руку уберут и тащат. Они же обе к нему всё время со спугом и ластятся. Да нет, только Корнелия. Где Корнелия? Ну, один раз, да, Раня. Один раз, Халин. Нет, Халин, Халин. Да пару раз. Это не было прям что-то особенное. Я тебе говорю, там будет некая драка. Что это он продаёт такое? Видимо, какие-то жуки. А-а-а. А-а-а. Жуки? Может, он тоже с земли что-то стащил? Нет, нет. Этот, как он называется? Светодиодный. Сейчас это не светодиод, это этот. Блин, как этот затоп называется? Не знаю, в чём ты. Уран, блин. А-а-а. Отец. Надо их отвлечь. О, болтие. реально как взгляд они как в игре вот когда ты отвлекаешь какого-то стражника или персонажа какой-то они все подбегают и стоят просто что делать не знаю что делать и все они ничего не видят спину не просто это ссорит я пришел за тобой не выйдет уйдите прочь мало мне тут кандалов еще будут докучать болтовней попался а как они догадались не такие уж тупые видимо да таки почешем здесь пока они пройдут что мы тупые сыграем на и бросай кайло и сними каску вместо ожога полезно смочить водичкой и ваш какая капец как удобно а ирма она получается из ничего воду создает да просто материализует воду просто задал вопрос как это ранее огонь тарни может поджигать водород в воздухе в целом а создать воду из ничего ну то есть в кислороде мы это тоже водород h2o ну чё ну ладно хорошо чего больше по объему да не 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 да слушай да слушай это будет то что может что можно взять и выцедить водород и поджечь это тоже претенды за уши потому что надо очень много жжать вот именно это из их рук исходит понятно тебе понятно ну и заткнись как они обошли нас него озеро сделает за вас работу открыть шлюзы затопить шахту вот из-за такой мелочи они будут топить о не ну ты чё из-за пятерых чародеек целого калиба затопить целую шахту которая их кормит скорее всего ну да это возможно не рациональненько на первый взгляд а с другой стороны под угрозой ты не под угрозой вообще вся власть фобоса поэтому нормально можно под расход ухаживая это же война открыли шлюзы надо успеть добраться до ствола только там выход с водой низкий не полетаешь и не надо все держитесь советую надеть каску я вы меня простите но разве это не проще обрушить силой карнелий и тем самым закончим кстати ирма не может еще один пузырь сделать но наверное с большой силой потоком понесется он же не управляемый и так можно разбиться в целом наверное это не очень безопасно почему сотрей сидит а 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 Калин, рейсы кончились! Калин здесь как человек-паук. Она реально как человек-паук. Вроде бы. Ой, блин, Корнелия же плавать не умеет. Но она умеет летать. А, точно. Испугалась. А зачем это все было нужно? Ведь они могут летать. Там низкие потолки были. Ну, конкретно там были не низкие. В самом начале, когда они стартовали с шахты, там, может быть, и не полетаешь. Но здесь открытое большое пространство. Почему была вся вот эта драма с разбитыми коленями? Скорее в тот штрех. Там узники, прикованные к скале. Простите! Надо обрубить общую цепь. Огонь! Тут нам не пройти. Вода пребывает. Я бы могла пробить в скале проход. Но туда сразу хланит вода. На этом что-нибудь герметичное залезет. Преку бы у них все инкрасивые солдат. Пухленькие такие, да? И хорошие. Пару кольчиков, короче, они сделали в прошлый раз. Стражи! Они тоже люди! Хоть и уроды, все равно жаль! Спасибо! Ой, прикольно, что у них даже актер дубляжа поменялся. Они сразу стали спасибо! А почему вода не заливала? А, Ирма. Ирма держит. Сейчас, сейчас. Алеварды! Наружу! Скорей вы! Что ж, приступаем! Сплывем на поверхность, как большой пузырь. Теоретически. Где они? Где? Седрик, ну ты че, дурак, блин! Ты же их утопил! В смысле, где они? Да, реально, зачем ты хотел воду спустить? Если отвечать на твой вопрос, ну, задохнулись под водой, затоплены в шахтах. Блин, мне кажется, Седрик реально часть интеллекта теряет. Когда превращается в змея. Да, в Седрика старшего. Ну все, вот и приехали! Каннелия, займись освобожденными! Уходите, мы справимся! Змеи, рептилии или амфибии? Рептилии. Значит, Седрик сплывет подышать? Да! Да! Огонь! Итак, что для нас проблема? Стража с катапультами или мистер хищный тритон? А где он? Он поплылкал его! Мы приплыли в пузыре. Можно такой же, но побольше и холодней. Готово? Да! Хорошо, это, ну, это Эльза. Ясно тебе? Ты знаешь уже мой вопрос, да? Да, конечно, я знаю. Но мы в прошлый раз на него не ответили. В этот раз не ответим. Но, видимо, она как-то холодные потоки вот этого все управляет. Ну, понимаешь, в чем дело? Сейчас, давай попытаюсь тебе вот объяснить. Это как, знаешь, вода комнатной температуры. Нельзя опустить, как бы ты ни дул воздухом, комнатным воздухом ниже температуры. Я понимаю. Не получится. Я понимаю. То есть теплый воздух, все то же самое получается. Ну, она как-то умеет. То есть надо заранее уже холодным воздухом, это как, знаешь, как вентилятор у нас, он гоняет горячий воздух. Тебе просто от того, что он о тебе бьется, тебе немножечко охлаждает, но он тебе не заморозит, он не опустит до отрицательной температуры, иначе это было бы слишком круто. Ну, вот так вот. Я не понимаю. То есть, смотри, она может, по сути, все что угодно замораживать без воздуха. Это, ну, воздух ее основная фишка, но сейчас надо просто понять, что она умеет еще и замораживать. Это как-то даже, я не знаю, у нее две силы в одной. У всех по одной, у нее две. Ну, будем просто это держать в уме. Как мило. И стражницы, и тот бунтовщик, и его отец в один день устранены. Что? Получи фобос. Твои стражники в неважной форме, им нужно отдохнуть. Пол, а своего любимца, жди не раньше рассвета. Предупреждаю, у него неважные новости. Пожалуйста. А как они отправили это послание? Вопрос. И более того, вопрос, как Седрик в ледяном куполе выживет. Хотя, вот интересно, они хладнокровные змеи? Они, как лягушки, если их заморозят, точно так же могут сохранить в себе жизнь? Наверное, могут. Кто разбирается, скажите, пожалуйста, потому что тема меня интересует, вроде бы, они хладнокровные. Вроде бы, да. И... Ну, короче, скажите, да, непонятно. Но, с другой стороны, в Антарктике змеи нет. Они только там, где тепло. Так и лягушки там, где тепло. Да. А, это просто их предпочтение? Нет. Они хладнокровные, потому что они не могут изнутри себя греть. Они греются только от окружающей среды. Ну, так если их заморозить, они же сдохнут. Нет, лягушки нет. Почему? Ты чё? Ты серьёзно? Я не понимаю этого. Лягушки зимуют, они замерзают, они в глыбы превращаются, ледяные. Да? А потом размораживаются. Охренеть, я не знала. Честно, не знала. У них как-то очень внутри процессы, вот они как-то, я не знаю, кусочек жизни в себе оставляют где-то, а сами льдышки становятся. Страш. Потом ты их размораживаешь, да. Так они как медведи? Нет. Медведь не замор... Блин. Медведь не замерзает вот так. Ну, ладно, он просто спит. Он, да, он спит. Он сугроб как-нибудь вот сделает, закопается всё, и он спит. Но у него внутри всё, кровь идёт, у него просто метаболизм очень сильно уменьшается, у него меньше, поэтому он разжирается к зиме для того, чтобы постепенно подъедать... Ты реально медведь? Подъедать... Отстань от меня. И постепенно он подъедает свой ресурс, а лягушка чистая. Всё, отвали от меня. Фильм дублей в студии Пифагор по заказу Disney Character Watches International в 2005 году. Всё, нам плевать. Короче, ребят, классная серия. Непонятно, непонятно, непонятно на некоторые вопросы прохали. Мне кажется, с развитием вот этого старого Бланка ещё будет продолжение. Да, это и говорю, родственник чей-то. Бланка, видимо. Сегодня просто серия родственничков. Крутяк. Ладно, посмотрели. Это какая? 19-я серия? Будем смотреть 20-ю. Всё, счастья вам, процветания. Пожалуйста, пишите вопросики, ответы, что там мы вас поспрашивали. Всё, ребят, до свидания. Будем смотреть 20-ю серию. Пока. Субтитры подогнал «Симон»